Эти кадры шокируют. Погибшие лежат повсюду. Видно опрокинутую инвалидную коляску. Большинство жертв пожилые люди. Мы с мужем возвращались в наш лагерь. Возникла давка. Люди стали толкать друг друга, падать на землю. Я едва не погибла. А это видео сняли очевидцы трагедии. Все только начинается. Люди словно в ловушке. С обеих сторон бетонные стены. Кто может, лезет на них, цепляясь за что придется. Спереди тысячи человек, которые никуда не двигаются. Сзади напирают тысячи других. Госпитализировано более 800 пострадавших. В больницах не хватает мест. Раненых перевозят в соседние города на вертолетах. Причина давки – паломники, которые не соблюдали правила совершения хаджа. Именно они спровоцировали эту давку. Сейчас в Мекке более двух миллионов паломников живут в палаточных городках. Верующие приезжают группами. У каждой есть руководитель. Власти Саудовской Аравии заранее раздают им график совершения обязательных ритуалов. Рушан Абясов был руководителем российской группы паломников в четыре раза. Есть специальные мониторы, которые в режиме прямой трансляции показывают, сколько народу, стоит ли идти, какая зона является красной, какая зеленая, какая желтая. И тем самым руководитель перед тем, как пойти на тот или иной обряд, он внимательно изучает сначала данные этих мониторов, а потом только лишь рекомендует своим группам пойти на совершение того или иного обряда. Сегодня день бросания камней. Считается так, верующие изгоняют дьявола. И по словам паломников, которые сейчас в Мекке, многие стараются совершить обряд как можно раньше. Ведь только после этого, впервые за пять дней хаджа, мусульманин может сменить одежду и постричься. Вот как выглядит эта нескончаемая река верующих. К месту проведения обряда в долину Мина ведут специально построенные эстакады. Трагедия случилась в двух километрах от конечной точки. На карте хорошо видны эти дороги. Все они односторонние. Давка произошла на пересечении двух улиц. Там узкое место. По предварительным данным, расписание нарушили паломники из Африки. Службы, которая контролировала бы соблюдение этого графика, нет. Это не первая трагедия во время совершения хаджа. Самое серьезное случилось четверть века назад на дороге из Мекки в долину Мина. Полторы тысячи человек задохнулись в тоннеле. Сломалась вентиляция. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...